Я хотел бы начать с того, что где-то примерно полтора года назад в Израиле разводился шуткий скандал, связанный с премьерой израильского композитора Гиля Шохота, оперы, которая называлась на иврите «Айелет Холем» — «Мальчик спит» — по одноименному произведению очень известного израильского драматурга Ханоха Левина. Это очень известный израильский драматург, он знаменит своей такой сухой иронией, такой немножко брахтианский язык. И нужно было посмотреть постановку, чтобы понять, почему был скандал. Скандал разразился не в музыкальных кругах, а именно в литературных кругах. То, что произошло на сцене постановки «Айелет Холем» — «Мальчик спит», «Мальчик мечтает» или «Спит», нельзя назвать иначе, как мучительной, агонической смертью Левина и с ним левинского текста. Шокирующие слова «Айелет Холем» в сочетании с его прозрачностью поэтического текста и с сухостью специфически левинского юмора, присущего Левину, которые направлены на эффект, так называемый эффект отстранения, знаете, как Альбер Камилл, «The Stranger». Тот же самый эффект, как бы, брахтианский у Левина. Эти слова, те же самые слова в опере Гиля Шохота превращаются в некую постыдную рыбу, вульгарно насилованную с каждой стороны мелодическим рисунком. Это очень такой спокойный перевод. Композитор наивно полагал, что он-то наделял слова определенным эмоциональным смыслом. На самом деле он лишил текст самого главного, а именно иронии, без которой блестящий левинский текст превратился в банальную жалостливую чушь. Ариэль Хиршин. Что можно сказать после такой критики? Это была, эта постановка, которую мы наблюдали в 2010 году, это была крупнейшая мегабюджетная постановка, на которой, и сейчас я вас, наверное, удивлю, на которую ушло 52% ежегодного бюджета на культуру государства Израиля, на одну постановку этой оперы. Это приводит нас к вопросу, что же такого? Что же такого есть в сопоставлении, с одной стороны, оперы, с другой стороны, языка иврит? Может быть, эти оба термина несовместимы? Может быть, нельзя написать оперу на иврите? Может быть, опера — это только итальянский, ведь, по сути дела, что такое опера? Несколько людей в начале 17 века, знаете, флорентийская камерата, собрались во Флоренции, и они решили возродить жанр, классический жанр и древние трагедии, типа Сафоклы, они решили возродить в своем понимании. Первые оперы Перри, Качини, Монтиверди — это некое такое возрождение этого жанра. Теперь, что же общего имеет опера и иврит? Есть ли оперы на иврите? Да, они существуют в большом количестве. Представляются ли они, увы, практически нет. Кроме, опять же, вот этих нескольких больших постановок в Израиле, это большая редкость увидеть оперу на иврите. История оперы на иврите — это история сравнительно молодая. Насколько мне известно, первая опера на иврите была написана в 1945 году композитором Марком Лаври. Она называлась Дан Хашомер, Дан Сторож. Она была поставлена в Хайфе. С тех пор она больше не ставилась никогда. И с тех пор опера на иврите произошла эволюцию. И вот эта опера, значит, Гиля Шохота, который учился два года, занимался в Италии с профессором Ацио Корги. Опера Гиля Шохота — это некоторое подобие, например, Пучини, я бы сказал. Единственная разница между Альфа и Омегой и Айелет Холем была не в музыке, потому что жанр музыки оставался таким псевдо-пучини, скажем так. А разница была в самом тексте. Когда Альфа и Омега ставилась 10 лет тому назад, это не помешало критикам. Не было такой ужасной критики. Потому что такая музыка пучинивская под текст Дори Монора, который был стилистически подобран, это некая такая мифическая сага, альтернативное рождение мира. И в сочетании с такой тональной очень музыкой пучини это не производит такого ужасного впечатления, на самом деле. А вот это именно, когда берут такую же музыку и соединяют ее с текстом на иврите Хану Хлевина, вдруг случается то, что культурная жизнь в Израиле вообще не видала. Как же написать оперу на иврите? Этим вопросом очень давно задаются. Задаюсь, и когда познакомился с Теодором Тажиком, я понемножку стал через рисунки Теодора и через какие-то комментарии и инвестиции немножко более себе представлять, как это делается. Гилишох, это композитор, который написал «Альфу и Мегуа Елит Холем», спросили, как вы пишете оперу на иврите? Он сказал, вы знаете, оперу на иврите писать очень легко. Иврит – это язык горловой, это язык, который смачивает горло. Поэтому можно относиться к нему, с одной стороны, как к итальянскому, то есть все вот эти вауэлс, все огласовки гласные припевать как итальянский, а согласный – как немецкий, например, как немецкий. Мы сейчас посмотрим маленький кусочек оперы «Альфа-Мега», просто не удивляйтесь, что у певцов русский акцент явно слышим, и они в большинстве своем выкатся из России. «Альфа-Мега» варьев – в agua «Альфа-Мега» Можно так, хроматическая гармония над тем и прекрасна, что можно бесконечно, как Вагнер это делает, после чего, после нескольких часов музыки Вагнера, почему вот так трудно вообще жить, потому что вот это хроматические... И так до бесконечности. Вот это все можно делать и делать и делать. И, конечно, это красиво-красиво-красиво-красиво-красиво, потом немножко сладковато, немножко славато, потом жить, дышать хочется. Так что, да, вы совершенно заметили, я думаю, что некоторые присутствующие здесь, конечно, говорят на иврите, говорят на иврите, но, тем не менее, слов не понимают. Да, вы знаете, публика слов не понимает. И такой вопрос, а должна ли публика понимать слова в опере? Может быть, она не должна. Значит, смотрите, дело в том, что это, на самом деле, эта дилемма, это не новая дилемма, с нею все композиторы. Например, вас, наверное, удивит, что итальянские композиторы, как в Пучини и Верди, сами, они в большинстве своем считали, что слова должны быть слышны. Например, Верди, если посмотреть на творчество Верди, скажем, со среднего периода, с травиаты, оно направлено на то, чтобы постепенно отойти от конвенции оперных, от конвенциональных оперных форм и наделить смысл, то есть вместо традиционной последовательности арии Кабалетта и Кавантины, потому что Верди очень важно, чтобы пиявы, либретист, так сделал текст, чтобы публика поняла и чтобы публика растрогалась в подходящий момент. Так считали композиторы. С другой стороны, я могу вам сказать, что вот точка зрения композиторов, музыкантов, да, наша, кому на самом деле, кому важно, какая прекрасная музыка, зачем вам вообще этот текст? Написал ли его пиявы или там посмотреть, например, на оперы Моцарта? Что там, великий текст Шеканедр? Это невеликий текст, скажем так. Нам он не нужен, но он нам не мешает. Есть очень такое интересное изречение известного американского музыковеда Эрика Зальцмана. Эрик Зальцман – это вообще такой провокативный немножко музыковед. Например, вместо термина «бельканто», да, знаете «бельканто», конечно, вместо термина «бельканто» он использует термин по-английски «элегант шаутинг», «элегантный крик». Почему «элегантный крик»? Потому что он считает, что как в традиции, например, классического балета, пуанты были изобретены для того, чтобы более четче были видны все линии танца для людей, которые сидели, скажем, далеко, так и в классической опере, когда еще не было микрофонов, да, нужно было, чтобы людям было слышно, поэтому изобрели технику вибрато. Нужна ли эта же самая техника сейчас, когда есть такие, как бы, потрясающие технические возможности? Может быть, она и не нужна, да? Может быть, она и нужна, кто знает? Зальцман говорит, чтобы достичь аутентичности, нужно искать связь между разговорной речью и музыкой. Вот это говорит Зальцман. Как искать связь между разговорной речью и музыкой? И когда речь идет о иврите, а иврит – это очень специфический язык, который напрямую связан с музыкой все время, на протяжении всей его истории, нельзя не заговорить о кантиляции, о искусстве кантиляции, которое присуще, в принципе, ивриту. Иврит – это первый язык, в котором преобладает кантиляция. А что такое кантиляция? Это именно специальная напевность. То есть, когда мы читаем Тору, у нас есть определенные тамэмикра, или по-английски tropes, да, определенного рода значки, которые в каждом, в каждой еврейской общине могут читаться по-другому, но у всех них есть какой-то свой определенный смысл. Как нужно интонировать, да? И у этих значки пытались люди доказать некую общность. Был такой Идельсон, очень известный музыковед, который пытался доказать на основе исследования. Он опубликовал 10 толстых томов, в которых он пытается доказать, что на самом деле есть некоторая общность всех этих томэмикра, которая ведет к предистокам еврейской музыки еще времен Второго храма. Он считал, что он сумел это доказать. Сейчас точка зрения музыковедческая, что он не сумел. И Идельсон нам говорит, что когда мы занимаемся канцеляцией, следует разочленить ее на несколько элементов, сугубо присущих ивриту, а именно фонетический элемент, о котором у нас сейчас пойдет речь, мелодический элемент и синтактический элемент. И сейчас я немножко поговорю про первую фонетическую функцию. Что такое фонетическая функция? Это так, это то, как звучат слова. И теперь у меня есть очень такой любопытный саундфайл, который я откопал. Это саундфайл молитвы Кольни Дрей. Почему именно Кольни Дрей? Кольни Дрей, знаете, молитва произносимая при очень определенных обстоятельствах, естественно, в судный день. Эта молитва произносима не на иврите, а на арамейском. И я именно хочу показать ее, потому что это единственный ритуальный текст, который не произносится по Тааме Микра, а это каждый хазан по-своему интонирует. И я хочу вам представить наиболее древнюю традицию Кольни Дрей. То есть всем, конечно, известно Кольни Дрей. И так далее. Это известная мелодия Бруха, католического композитора, которого принимают за евреи, потому что он взял это и сделал такую среднюю аранжировку, которая взошлась и стала очень известной, которой все играют. На самом деле это не единственная, это ашкенадская довольно поздняя мелодия. А самая ранняя версия Кольни Дрей, известная нам на сегодняшний, а есть очень много, есть десятки версий, это версия традиционная еменская. Это традиционная версия песнопения Кольни Дрей, с точки зрения музыковедческой, самая древняя версия существования, которую мы знаем, она передавалась из поколения в поколение, из Йемена. А еменская культура, она необычна в том плане, что если таки есть какая-то общность между той утерянной культурой времен Второго храма, в котором, как известно, были большие оркестры и прекрасная музыкальная культура, которая была полностью разрушена изгнанием, естественно, в 70-м году, если есть связь, то есть эту связь нужно, по идее, наверное, искать в Йемене, потому что Йемен географически, Тайман, они были совершенно отделены от всего, к ним даже Талмуд гораздо позже пришел, они были просто отделены, и поэтому у них сохранилось даже в мелодическом плане, так что если есть какая-то связь, ее следует искать именно там. Давайте послушаем эту, эта мелодия наиболее близка к тому, что, может быть, как звучал иврит когда-то, очень много лет назад, Кольни Дрей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это неповторимое, на самом деле, ощущение, когда вы слышите один и тот кантер сознательно только на последней фразе, именно на той фразе, где говорится о возвращении еврейского народа, делает эту поразительную модуляцию на одну шестую тонну. Речь ведется о совершенно, гораздо более высоком исполнительском уровне, чем уровень, естественно, певцов у нас в западной классической музыкальной традиции, где всего лишь полтона, и то и те они иногда не могут петь без фальши здесь. Здесь речь идет о девяти различных градациях, наподобие турецкой музыки, девяти, то есть он не просто «Коль ниндрей», а «Коль ниндрей», он может петь «не», а может петь «не», «не», «не». То есть это на одну шестую тонну ниже будет, это совершенно феноменально, это искусство, и вот в Емени до сих пор есть такая традиция, то есть по сравнению с нашей достаточно примитивной западной классической музыкой, это высокое искусство, которое, в принципе, не утеряно, когда речь идет о написании оперы на иврите, потому что иврит — это язык, который очень отличается от итальянского в первую очередь, потому что, в принципе, у нас певческая традиция на самом деле на иврите, она просто гораздо древнее, чем традиция итальянского языка, скажем так. И делать оперы на иврите наподобие итальянского и наподобие немецкого, быть может, это превращать иврит в нечто такое, что ему не свойственно, не присуще. Я сейчас вам открою удивительную вещь по поводу вот этого самого песнопения. Дело в том, что мне было очень интересно вот это песнопение, и потом про Кольни Дрей вы знаете, что очень много людей считают, что именно вот это песнопение наделено магическими свойствами, а именно после этого песнопения, значит, мы получаем разрешение на то, чтобы делать всевозможные нарушения. Знаете, вообще смысл Кольни Дрей, да? Что смысл Кольни Дрей, поясню для тех, кто не знает, это очень интересный смысл. Мы как бы в студный день, конечно, мы просим прощения, но мы также позволяем себе все обеты и все клятвы, которые мы когда-либо взяли в течение года, аннулируются. И у этого песнопения есть магическое свойство, оно очищает душу. Теперь вот это очищение души и разные другие магические свойства, они присущи очень хасидской музыке. И я могу немножко сыграть кусочек своего пелия, потому что в хасидской музыке мы знаем, что есть похожая связь между этусом музыкальным и значением поэтического текста. То есть это не просто какой-то текст, который накладывается на какую-то мелодию, да? То есть это интересное свойство, которое до сих пор не рассмотрено. Я перехожу к нескольким последним моментам. Значит, я хотел показать маленький-маленький кусочек связи текста самого псалма с хасидской мелодией. Как, например, в хасидской мелодии, если речь идет о чуде, народная хасидская мелодия, мелодия поднимается и опускается на равные расстояния. И, в принципе, основана на индийских песнопениях, на элементе риторики, повторяющихся тех же самых нотах на протяжении очень большого количества времени, например, да? Вот что пишет композитор Стива Райх в своей книге. Он говорит, а он, кстати, религиозный еврей, он говорит, «Меня не привлекает звук, фонетика и мелодия еврейской кантиляции, но меня привлекает ее синтакс. Меня привлекает то, как она построена. И мне кажется, что если я буду подражать звукам еврейской кантиляции, мелодическим, у меня получится музыкальная пьеса, которая будет подражать, она будет звучать по-еврейски, в кавычке он пишет. Но тем же самым способом я мог бы написать пьесу, которая звучит по-африкански. Вот то, что делает Райх, Райх изучает синтактические особенности кантиляции, то есть как построены слова, где они повторяются. И по этим синтактическим он вольно следует совершенно мелодический рисунок, совершенно вольный, но синтактически он абсолютно повторяет риторику еврейского текста. И это происходит поразительный результат. Музыка, которая звучит, например, как будто это музыка из Бали, вдруг приобретает какие-то еврейские черты. Давайте немножко послушаем музыку Стива Райха и его сочинение «Тегилим», очень известно. Музыка, которая звучит, например, «Тегилим», очень известно. Музыка, которая «Тегилим», очень известно. Музыка, которая «Тегилим», очень известно. Музыка, которая «Тегилим», очень известно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только вот маленькое затронули И я в заключение хотел бы прочитать цитату Из очень интересной книги Дамы были уже одеты в свои вечерние платья Этим джентльменам, сказал Сара Наверное, не нужно будет Не будет хотеться пойти смотреть какой-то спектакль Который они уже видели в Берлине или Париже Хотя В Хайфе есть прекрасные французские и итальянские компании Сейчас, трупы сейчас Мне кажется, что им будет интереснее посмотреть что-то более еврейское Сара взглянула в газету В национальном театре идет библейская драма Которая под названием Которая называется Моисей Интересная тема Заметил Давид Но слишком серьезная В опере идет шаптай цви А в популярных театрах Идут какие-то ядерские фарсы Смешные, но несколько вульгарные Я бы рекомендовал оперу Мирьям поддержала предложение И с криками Перчатки, белые перчатки И Фридрих, Кинсхорд, Мирьям и Сара Отправились в оперу Это написал Теодор Керцель В своей книге Альт Нойланд Когда он вообразил себе, что такое Хайф И как будет выглядеть Израиль Теодор Керцель